Рад приветствовать всех стремящихся к познанию. С вами Вова Ломов и теплица социальных технологий. Мы рассмотрели почти все вопросы, связанные с аналитикой, но у внимательных зрителей, я думаю, должен возникнуть вопрос. Ну и что? А как понять, что эффективно, а что нет? На что смотреть, что менять? В следующем видео мы обратимся с этими вопросами к эксперту и прямо целое видео посвятим практическим вопросам. Но для этого сначала нужно разобраться еще с некоторыми показателями. Начнем с источников трафика. У нас в закладке обзор есть несколько источников трафика, точнее и это принципиально несколько каналов. Ну или можно сказать категории и один показатель по ним, если говорить о закладке обзор, показатель отказов. Какие каналы трафика существуют? В принципе все основные представлены в этом отчете. Во-первых, директ. Это когда пользователь вбивает адрес сам в адресной строке, либо переходит по закладке в браузере. Согласитесь, странно, что большая часть пользователей вбивала в случае с прожектором адрес руками или добавила его в закладке. Не верится, что так это и было и об этом мы сейчас поговорим. Далее у нас есть social. Это трафик из социальных сетей. У аналитики в списке их около 400. Вконтакте входит реферал, ссылки со сторонних сайтов. Любые, где есть активная ссылка на ваш сайт. Яндекс и гугл к ним не относятся, поскольку это organic search, то есть органический поиск. Это пользователи, которые воспользовались поисковыми системами. Кроме organic search, есть еще paid search. Здесь он, правда, не представлен. Это рекламный трафик из поисковых систем. В основном гугл и яндекс. Имеется в виду контекстная реклама. Еще тут есть other, прочее. То, что не вошло ни в одну категорию. И email, трафик, полученный от почтовой рассылки. С каналами все. Теперь, что касается директ. Прямого трафика. Почему такое высокое значение? Дело в том, что весь трафик, который аналитика не может отследить, в большинстве случаев попадает в прямой трафик. Например, в случае, если ID в браузере скрыт или человек заходит из мессенджера. Опять же не всегда, но часто. Есть еще ряд технических причин, которые можно отнести к категории сбоев, приводящих к записи трафика в разряд директ. Поэтому можно сказать, что директ самый темный и сложный в изучении сегмент. И чаще всего, к сожалению, самый обширный. Кроме каналов, то есть трафик медиум, с которым мы разобрались, есть еще трафик сорс. То есть источники трафика. Тут все достаточно просто. Это любой источник, то есть сайт, который аналитика смогла отследить. Причем понятно, что тут не только реферальный трафик, а весь, просто разбитый по сайтам. Если есть сомнения, что это ссылка на сайте Google или поиск в Google, можно посмотреть представление «Источник канал». Тут мы видим, что трафик из Google является органическим поиском. Вообще, каналам доверять на 100% нельзя. Видите, тут он воспринимает ВКонтакте и Фейсбук как реферальный. А здесь уже как трафик из социальных сетей. Кстати, по социальным сетям, учитывая их значимость, есть отдельная вкладка «Социальные сети». Можно посмотреть, например, страницу входа. Или еще очень полезная вкладка «Пути пользователей». Куда и из каких сетей пользователи заходили и куда шли дальше. В нашем случае основной трафик из всех сетей, как и следовало ожидать, шел на главную. Так, с источниками трафика мы разобрались, теперь не менее важный показатель – контент сайта. Источники – это откуда идут, контент – куда идут. Эти данные находятся в поведении. В обзоре у нас основные показатели, про которые я уже рассказывал. Единственное, тут есть еще один параметр, про который я не упоминал – процент выхода. В чем-то это сродни показателю отказов, но совсем другое. Показатель отказов – это ситуация, при которой посетитель не совершил на странице ни одного действия. То есть это одна страница на сессию, после которой не было перехода. Причем учитываются только страницы, с которых начиналась сессия. Это важно в расчете процентов. Я оставлю в описании ссылку на справку Google, потому что это можно целый урок объяснять логику подсчета. Это что касается показателя отказов. А процент выходов – это просто последняя страница, за которой не было перехода. Пользователь за сессию посетил 10 страниц, последняя будет страницей выхода. Тут тоже сложно рассчитывать процент. Кому интересно, почитайте справку по ссылке. Ну и тут рейтинг страниц по просмотрам. Теперь о теории к практике. Тут также как и в социальных сетях есть карта сайта. Очень полезная вещь к изучению. Как люди продвигаются по сайту. Статистика по тому, сколько человек и куда идут, сколько уходят и с какой страницы. Здесь очень удобная история с тем, что можно выбрать начальный параметр. Например, посмотреть из какого источника, куда заходят. А при желании можно выбрать левой кнопкой мыши, например, просмотр только этого сегмента. И вот мы видим, как вели себя люди, пришедшие из Google. То есть по органическому поиску. Здесь у нас все страницы сайта по популярности, то есть по количеству просмотров. Это все просмотры, если у вас есть целевая страница, куда вы пытаетесь завести трафик, то она должна быть популярнее остальных. С любой страницы сайта в идеале человек должен попадать на нее. То есть заходить на разные, но последней страницей в сессии должна быть она. И здесь это как раз так. Самая популярная после главной страницы регистрации. А если вам нужно узнать, как люди заходят на сайт, нужно посмотреть страницу входа. Она может быть не самой популярной, но это точно важная страница, ну или страницы. Показатель отказа по ним должен быть минимальным. Люди зашли и дальше должны идти туда, куда вам нужно их привести. С них пользователь должен легко попадать на целевую. С помощью дополнительных параметров, кстати, можно еще и посмотреть, откуда и на какие страницы люди приходят. А если вам нужно узнать, с каких страниц люди, наоборот, уходят с сайта, это можно посмотреть здесь. То, что уходят с главной, конечно, нехорошо, но иногда с этим ничего нельзя поделать. А вот в остальном тут все достаточно гармонично. Люди посмотрели программу, ушли. Для мероприятия это нормальная история. Участники заглядывают в программу, чтобы свериться. Регистрация вообще отлично. Зарегистрировались, ушли. Правила тоже хорошо. Не все соответствуют правилам, ну и так далее. Тут в каждом конкретном случае нужно оценивать эффективность страниц по-разному. Иногда высокий показатель отказов и процент выходов по странице говорит о ее неэффективности и надо что-то делать. Иногда это нормально или даже хорошо. В следующем видео мы попробуем как раз на примере сайта Прожектора посмотреть, с чего начинать и на что смотреть при работе с аналитикой. А поможет нам в этом Сергей Исаков, CRM-специалист и веб-аналитик, работающий с аналитикой в том числе в фонде помощи хосписам Вера. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова